На этот ночью ВКонтакте смотрит. Знаете, вот мы в прошлый раз поговорили насчет сектантов, с ними разговаривать нужно. Но так как задача у нас стоит более глобальная, она заключается не в том, чтобы мы только на это все посмотрели, а чтобы сами научились с ними общаться, то ради этого, по сути, и первоначально была идея создания перед нашим храмом миссионерского центра, или так называемого центра практической миссии. То есть центр, в котором мы бы могли проходить практику. Но для чего это все нужно? Все вы, наверное, знаете, а может быть и не знаете, сейчас новые решения такие, которые развиваются, которые связаны с тем, что на приходах должна активно вестись всякого рода работа. Молодежная, миссионерская, катехизаторская, какая-то социальная и так далее. Она вообще всегда должна вестись, но зачастую, как раньше говорили, вот, бабушка занят, ему некогда, поэтому такая работа не ведется, и такая не ведется, и такая не ведется. Сейчас политика такова, что в храмах, в церквях привлекаются специалисты, то есть те люди, которые в том или ином направлении имеют образование или имеют, по крайней мере, желание развиваться в этом направлении и так далее. Вот сейчас уже во многих храмах, приходах нашей епархии это уж точно существует целый ряд при храмах специалистов, в том числе и миссионерского служения, молодежного служения и так далее. Но проблема заключается вот в чем. Раньше подобного рода специалисты, те, которые могли быть миссионерами, катехизаторами на приходах или преподавателем воскресных школ, ведущими огласительные беседы и так далее, эти все люди готовились в приходских духовно-простительских центрах. То есть в Ростове их несколько. Естественно, это духовно-простительский центр при соборе был, потом при храме всех святых, в земле российской просеявших, в Казанском храме есть духовно-простительский центр. То есть тот, который дает какую-то определенную базовую программу, пуплетнюю программу основного богословского курса. То есть там изучают догматику, там изучают священное писание, изучают литургику, изучают какие-то предметы, связанные со сравнительным богословием и так далее. Но так как сейчас церковь наша расширяется, разрастается, и возникает потребность централизации, потому что раньше на приходах учили чему-то людей, ну какая-то там общая программа есть, и то она общая, как по учебнику взяли, по одному и тому же ведут эти предметы. Но гарантии того, что этот человек, который закончил подобные курсы, что он действительно способен работать и нести какое-то служение, никакой нет, никто этой гарантии не дает. То есть мы все на Черкасске тоже люди учились. Два года базовая программа и один год специализированная миссионерская программа. Мы даже выписывали им свидетельство такое красивое, там подписывали, торжественно вручали, молились, молебен был в начале и в конце. Но реально работа не ведется все равно. То есть этого уровня, может быть, мы по программе по-хорошей давали это все, но методика преподавания, она, естественно, исключала практику. То есть человек изучил миссиологию, считается, что миссионер готов. А куда? Вот вы выставили его, отпусти его куда-нибудь там. Вот я уже говорил вам в прошлый раз, что он столкнулся с такой проблемой, что катехизаторов, те, которые сейчас обучаются, попытались в закрытом форуме включить их в реальную проблему, в реальную задачу. Задача, связанная с общением, пусть с тестовым таким протестантом, но все-таки с протестантом. У нас получился крах такой. То есть люди, которые по три года учились, готовились быть миссионерами, в реальной жизни оказались неспособными к миссии, в реальной ситуации. То есть теоретически они что-то знают, а как решить задачу приведения человека к истине, к церкви, оказалось, что они не знают этого. И вот отчасти из-за этого возникла сейчас такая вот тенденция к централизации такого рода обучения. При епархиях создаются единые образовательные центры. Чаще всего это семинарии. Вот у нас есть семинарии, и при семинарии существует определенный такой вот курс богословский. Называется катехизаторский курс. Катехизаторский, катехизический, кстати, знаете, чем отличается? Катехизический – это там, где нас катехизируют, а катехизаторский – это там, где мы катехизируем. То есть катехизаторские курсы – это там, где учат катехизаторов, а катехизические курсы – это там, где те, кто только пришел в церковь, рассказывают им вот эти же самые наученные катехизаторы, рассказывают им основы веры. Так вот это катехизаторские курсы, которые сейчас идут в объеме четырех лет. Два года базовая подготовка. То есть в течение двух лет человек изучает основные дисциплины, такие как догматическое богословие, катехизис, священное писание Ветхого Завета, Нового Завета, апологетика, там даже такие вот разные предметы, связанные с основами. В любом случае всякий верующий человек, прежде чем он собирается кого-то учить или кого-то наставлять, кого-то там приводить в церковь, он должен сам знать хорошо свою веру. А следующие два года, это уже специализация, в зависимости от того, в каком направлении он готов нести свое служение. То есть либо это будет миссионер, либо это будет молодежный работник, либо это будет катехизатор, преподаватель воскресной школы, или в данном случае, допустим, социальная работа. И вот в прошлом году выпустились, нет, выпускаются, вот сейчас в этом году будет первый выпуск, катехизаторов и вдобавок миссионеров. То есть по сути миссионеры у нас так получилось, что миссионерская программа и катехизаторская, она очень похожа, только миссионерам добавляется предмет, который называется миссиология. Но пройдя предмет миссиологии, человек миссионером, конечно же, не станет. Это только из-за того, что он знает историю миссии, и знает какие-то миссионерские технологии основные. Как он их выполняет, как он их может пользоваться, владеть, а это тоже, здесь еще разговора никакого нет. Но вот два направления, можно сказать, уже в нашей епархии покрыты. И сейчас уже идет такая тенденция, что вот недавно проходила аттестация приходов, там и так далее. То есть требуется, чтобы, во-первых, в каждом храме был человек, который отвечает за то или иное направление. Штатный сотрудник, не штатный, так же, как вы говорили. Конечно же, требуется, чтобы это была вообще очень основная работа для него. Именно для того, чтобы была отдача. А сейчас, вот с этого года учебного, то есть с сентября или сентября месяца, появляются два направления дополнительные. Молодежь и социальная работа. То есть вот такое внимание уделяется сейчас тому, чтобы на приходах тех, кто занимается какой-то работой, чтобы занимались профессионально. Так же, как раньше, если в 90-х годах воскресная школа это бы вообще было не видать, и хоть кто-нибудь бы ее вел уже хорошо, то сейчас уже абы кто воскресную школу просто не допустит. Спросят, а кто это вас там ведет? Конечно, его никто не запретит везти, но тогда воскресная школа перестанет называться воскресная школа. Это будет все что угодно. Там развлечение, там какой-то кружок, но не воскресная школа. А вот для того, чтобы вот такая, такого рода подготовка специалистов имела все-таки практический характер, об этом мы задумывались еще раньше, мы задумали в прошлом году создание такого практического миссионерского центра. Для того, чтобы мы не только здесь изучали какие-то предметы, они должны будут изучаться вот там централизованно. Только тогда человек, сдав экзамен, там будет иметь какой-то статус, корочку ипорхиальную. Но мы хотели, чтобы у нас здесь была возможность получить практические навыки человеку. То есть человек не может просто выйти и начать миссионерствовать на улице. Ему нужно создать какие-то условия. То есть какая-то программа должна быть миссионерская, куда он может включиться и получить вот эти вот навыки. Я просто говорю о том, где мы сейчас находимся. То есть мы уже с вами попытались изучить несколько предметов, такие как миссиологию. О миссиологии говорили, немножко говорили о катехизисе в нашем таком миссионерском преломлении. Мы говорили о сравнительном богословии. И вот в прошлый раз мы такой небольшой итог подвели, увидев, что вот изучение каких-то религий далеких от нас нам необходимо для того, чтобы понимать тех заблудших, которые здесь среди нас находятся. Поэтому вот такая задача у нас сейчас стоит перед всеми приходами. Уже даже сейчас семинария собирают сведения о том, кто будет поступать, учиться на этих катехизаторских курсах. Кстати сказать, это не единственная легальная возможность получить образование. Сейчас при семинарии с этого года впервые будет подготовка специалистов заочная. То есть не ездить на занятия, а как-то дистанционно, видимо, там отправить задания какие-то, что-то читать, приезжать только на зачет, экзамен и так далее. Но еще есть различного рода возможности, такие как в Свято-Тихоновском есть центр дистанционного обучения, там где можно будет просто зарегистрироваться, оформился, поступил туда, прошел какой-то ознакомительный курс, только лишь такой на присутствие сознания того, что ты вообще можешь в этой системе работать. Дальше начинается 4-годичное обучение. Обучение очень интенсивное, очень глубокое, но при этом по времени очень такое свободное. То есть человек в день может тратить где-то от часу до двух в любое удобное для него время. То есть очень даже здорово получается. При этом качество, у тебя просто сам был свидетелем, как это все происходит, качество обучения на этих курсах, оно сравнимо не с заочной формой, а с очной. Потому что человек постоянно контактирует и со своими соучениками, то есть с свободногруппниками и с преподавателями, постоянно в контакте. Такого нет, чтобы дали какие-то вопросы, одного спросили, а другой спрятался. Спросят обязательно всех, каждому нужно будет высказаться, каждому нужно будет задать вопрос своему соседу, получить ответ от другого и самому ответить на предложенный вопрос и так далее. То есть очень интересная такая система. Единственное, что она платная, там порядка было 8 тысяч в полугодия. Но я думаю, что любой приход, который заинтересован в том, чтобы у него были колеси цельные распарения, специалисты готов такие издержки понести. Это в любом случае нужно, необходимо. А у нас здесь пока что бесплатно, хотя разговоры там и идут. Ну, в смысле деньги брать не с самих тех, кто учится, а с тех, кто их направляет учиться. То есть храмы должны направлять и должны еще потом все оплачивать, потому что, ну как, ну это все понятно, это все объяснимо. Так вот, о чем я, собственно говоря, для такой деятельности, которой готовят вот эти курсы у наших прихожан активно, конечно же, необходима практика по всем направлениям. Если человек изучает социальную деятельность, допустим, у них там помимо общих богословских дисциплин, а они нужны, потому что если мы приходим в больницу, если мы просто помогаем там человеку, перебинтовывая ему какие-то раны, то этот человек возьмет и спросит у нас что-нибудь. А мы должны взять и ответить ему правильно, квалифицированно на тот или иной вопрос. То есть как минимум ради этого это нужно. Но практика в любом случае нужна. Нельзя по тетрадкам, по книжкам научиться оказывать первую медицинскую помощь. То есть ее нужно попробовать, показать, поучиться. То же самое касается и катехизаторов. Вот сейчас у нас на приходах существует катехизатор. Причем у нас еще нет катехизатора никакого. Но это не значит, что катехизация не ведется. Просто должен быть человек... У нас катехизация ведется, то есть я вот его веду. Да, вот приходят люди, которые хотят покрестить ребенка, или помечаться хотят, или просто кому-то интересно. Они собираются, собираются по многому, ну кто-то знает, да. И с ними проводится курс огласительных бесед. Но нет человека, который, во-первых, может заменить священника в этом направлении. А это вполне допустимо и возможно. Я, кстати, в Москве участвовал в такой огласительной беседе, которую проводил Мирянин. И мне настолько понравилось, как он это ведет. Я вообще не увидел никакого ущерба, что это не священник, что с людьми разговаривает о Мирянин. Он хороший человек, такой верующий, достаточно грамотный. Хотя образования-то Богословского у него нет, он сам там что-то поначитался. Но, в принципе, то, о чем он говорит, это было очень интересно, очень было доступно. И, может быть, когда уже огласительный курс ведется, когда уже люди поняли, пришли и понимают, зачем это нужно, вот достаточно того, что это Мирянин. Но, так или иначе, системы катехизации у нас не существует. Я думаю, не только в нашем храме, а вообще во всех, в большинстве храмов не существует системы катехизации. То есть, что такое система катехизации? Кто пришли, с теми поговорили, и они ушли. Куда они ушли? Придут ли они потом? Я вот уже замечаю, некоторые ходят по многу разу на одни и те же беседы. Вот у нас бабушка есть такая, она, я даже знаю, на какой беседе, какой она вопрос спросит. Она все время на одни и те же вопросы, и все время ей это интересно. А бывает, наоборот, человек посидит и уходит, и куда он пропадает? Его не записали, о нем потом не вспомнили, если он пропал, куда-то исчез. Это, на самом деле, нехорошо, это плохо. Для нас же самих это большой минус, потому что катехизатор – это тот, который, прежде всего, не тот, который именно беседы ведет. Может, мы можем приглашать какой-то преподавателя, а тот, который знает, что вот на этой неделе обратились в храм с различными просьбами, такие-то, такие-то, такие-то люди, первый, второй, третий. Одному нужно было пособороваться, другому нужно было повенчаться, третьему вообще не знает, как ему дальше жить, и так далее. Что им было сказано? Сидит ли в этот момент в храме, когда он пришел, консультант какой-то? Будь то работник свечной лавки, который может быть достаточно квалифицирован как консультант, который может просто отвечать на какие-то такие простые, с нашей точки зрения, вопросы. То есть, как быть вот в этом случае, как подготовиться к этому таинству, что нужно для того, чтобы дома осветить, и так далее. То есть, был ли контакт этого человека с консультантом? Был или не был? Нужно отметить для себя, да? Если это контакт не было, почему? Может, у нас график работы консультантов несоответствующий, может, у нас их вообще нету? Почему нету, да? Если был контакт, что дальше? Пришел ли, записали ли его общие фамилии, имя, отчество, его контактный телефон, чтобы вдруг его о нем как-то не забыть, вдруг он... Или, может быть, здесь еще не надо ничего писать, потому что он напугается, сразу скажет, такой пришел спросить, куда свечку поставить, а мне уже вербуют, тут все контакты нужно. Потом, когда, даже если здесь мы его не зарегистрировали, не зафиксировали никак, потом приходят люди на беседу, огласители беседы идут, да? Кто-то должен взять и посмотреть, а кто у нас новенький? Ага. Вот из 20 человек новеньких 2, допустим. Откуда вы взялись? Либо пришел сам, случайно зашел, либо посоветовали, либо он поговорил с консультантом и решил прийти. Это для нас действительно какой-то показатель того, что мы задумываемся о том, какие люди приходят и как-то открытые к этим людям. И вот в таком случае, конечно же, у нас такого рода работа должна быть. И потом, даже когда человек побыл на этой беседе, мы где-то должны записать, что этот человек был на этой беседе, потом был на этой беседе, а потом кто-то пропустил, а потом он вообще исчез. А почему бы ему накануне верного воскресенья не позвонить и спросить, а вот мы тебя хотим пригласить на праздник, на торжественное послужение, что-то ты пропал, все ли хорошо, мне нужна ли какая-то помощь. То есть зачастую это дает такое чувство, что нам не все равно. Это вообще даже кто бизнесом занимается, знает, что это тоже так есть. Вы знаете, когда, я вам просто такой пример из жизни. Фирма, которая разрабатывает программное обеспечение. Разрабатывали, разрабатывали, разрабатывали человеку, разрабатывали, разрабатывали, деньги расплатились, все, он пользуется. И вот через месяц, хорошая практика такая современная, взять через месяц и ему позвонить. А все ли у тебя хорошо? Если он скажет, да, да, все хорошо, спасибо, Господи, работайте дальше. А если у него не все хорошо, он скажет, ребята, да что-то как-то вот, я деньги-то вам заплатил, он что-то работает, это не очень хорошо. И вот разумному руководителю фирмы гораздо проще за свой счет направить специалиста, чтобы он ему устранил эту проблему, спокойно, потихо, чем ждать, когда вот этот вот недовольный клиент будет лень туда звонить нам, потому что, ой, скажет, связывался уже с ними, но они все равно что-то делают. И он еще потом десяти клиентам расскажет, как с этой фирмой работать нельзя. Понимаете? Ну, это так вот в обычной жизни, но у нас-то то же самое. Когда мы не интересуемся человеком, он пришел и ушел, и до свидания. Конечно же человек скажет, не звоните мне больше никогда, я вас видеть не хочу. Ну, нет, так нет. Но иногда бывает такое, что человек просто еще не настолько осознал важность этих знаний и вообще того, о чем мы хотим здесь ему рассказать, что просто его важность каких-то дел таких вот обычных, житейских, она просто перебила необходимость приходить на эти беседы. Вот поэтому просто можно напомнить, можно сказать, у нас какое-то особое событие, мы там собрались ехать в Старочеркасске или еще куда-нибудь. Вот. на уху. И он может прийти. То есть, ну, опять же, кто-то должен отдельно это все ввести, вот этот журнал, для того, чтобы мы сами могли понять, вот прошел, допустим, период какой-то, полгода или год, что у нас вообще, как мы вообще проводим свою работу. Вот сколько у нас людей обратилось, и сколько из этих людей стали прихожанами постоянно. Понятно, что Господь приводит церковь людей, но не без нашего же участия. Как мы в этом случае проявляем себя и насколько мы открыты к этому человеку. Либо нам вообще все равно. В данном случае в нашем храме здесь нам все равно. По идее, да? Мы знаем, что всегда в пятницу люди придут, и всегда вечером потом они уйдут. А кто из них откуда вообще взялись? Куда они пошли? Если они ушли просто в другой храм и там ходят, это одно хорошо, славьте Господи, хоть куда-нибудь ходят. А если они просто пришли, посмотрели, ушли, и мы даже не знаем вообще кто они, где они, вот дальше, конечно же, ничего не происходит. Потом, когда человек прошел гласительные беседы, покрестил ли он там своего ребенка или не покрестил, или что-то еще, какая там у него была задача, что дальше? Ему сказали, ну, беседы закончишь, и тогда приходишь в храм. Ходишь в храм каждое воскресенье, там раз в месяц исповедуешь, причащаешься и все. И вот, что с этим человеком дальше? Мы опять же не отслеживаем то, насколько ему вообще интересно, насколько он все понимает. А что мы можем ему еще предложить, помимо того, что вот он изучил какие-то основы самим? И что дальше? Какие возможности? Например, да, у нас может быть есть так называемая посткрещальная катхизация, когда человек уже крестился, пошел в церковь, или может быть не крестился, просто давно был крещен, но все-таки вошел в церковь, какие-то основы узнал, а что дальше? Какие беседы могут быть дальше? Какие могут быть занятия в одном направлении, в другом, в третьем? Да, мы можем их устроить, но опять же, кто сможет отследить? Вот мы их проводим, например, по четвергам какие-то занятия. А вот у нас те люди, которые могли бы потенциально на эти занятия ходить, а они не ходят большинстве, почему? Может быть, нам время поменять, может быть, нам им вообще напомнить, может быть, они не имеют только информации, что у нас еще что-то проводится, то есть опять это работа человека, который на приходе должен отвечать за катехизаторскую работу. И это, по сути, одно дело, что он теоретически изучил, какие-то основы катехетики и так далее, а другое дело, когда он на практике в этом поучаствовал, когда он видел глаза этих людей, которые пришли, вот им надо ребенка попрестить, скажите, сколько стоит и сколько полотенец привезти. А ему начинают что-то рассказывать, вот возьми, садись и говори, как вот быть. И вот в этом случае дальше и вся программа обучения, воскресная школа для взрослых или там какие-то еще отдельные беседы, пастырские беседы, священник там или настоятель, если кто-то еще может в них участвовать, может их вести даже и там основную массу какие-то бесед проводить, но кто-то должен представлять себе всю систему, как это все происходит. Иначе это просто какая-то деятельность, которая просто куда-то вот время отнимает и куда она в конце уходит, совершенно непонятно. Когда мы говорим сейчас о миссии, действительно для многих людей сейчас непонятно о том, как вообще миссия, что такое миссионерское служение здесь у нас сейчас в наше время на приходе. Не то, что миссия где-нибудь там в Туве или в Магадане или еще где-нибудь на Аляске. На Аляску сейчас надо ехать миссионерство. А здесь у нас в городе какая миссия, в чем миссия заключается? Если у нас вокруг одни только православные, то их нужно катетизировать, их нужно привлекать к церковной жизни, потому что они забыли об этом. Но все-таки миссия как таковая она может проявляться в том виде, что у нас должны быть миссионерские приходы. миссионерский приход он отличается как раз таки тем, что у него вот эта вот образовательная часть его деятельности прихода, она происходит из внутреннего желания такого горения, а не из того, что вышло распоряжение архиерея в каждом храме проводить беседу. Такое случается. Да, конечно, могут, если заставят, то если скажут, что накажут, настоятельство не будет огласить на бесед, то они будут с беседой. Но, к сожалению, с такой вот, знаете, формулировкой, когда звонит человек и спрашивает, как покрестить младенчика. Да, вот, несите там полотенцем, того и того всего. А огласительные беседы есть? Да, есть огласительные беседы, но они быстренько проходят, не переживайте. То есть там 10-15 минут, ну надо, потому что от нас требуют. Вот так, в реальной жизни так отвечают. Почему так? Это понятно, потому что сам приход не понял, что это нужно. Это просто кому-то сверху было нужно, нас заставили. И, конечно же, в таком случае от этой категории никакого смысла нет. Это не миссионерский приход, это просто рабочие такие люди, которые просто вот рассказали, они выполнены. Но, когда у нас возникает это все изнутри, когда весь приход заинтересован в такой деятельности, когда каждый прихожанин, такой миссионер, когда каждому прихожанину можно обратиться за любым вопросом, и будет все объяснено, рассказано, или помощь какая-то оказана в любом случае, тогда в этом будет какой-то определенный смысл. И вот я уже сказал о категоризации. Здесь вообще с категоризацией еще более-менее все нормально. В нашей епархии, в городе там еще какие-то дела обстоят более-менее хорошо. Но категоризация она имеет одну такую особенность. На категоризацию, то есть на всякие беседы приходят люди, которые понимают, что это им нужно. И здесь уже просто человек может, как обычный преподаватель, излагает материал. Если человек, который пришел на эти беседы, понимает, что это нужно, даже с плохим преподавателем он сможет выводить хотя бы то, что ему полезно, то, что ему важно, и он закроет глаза на то, что преподаватель как-то так может быть не очень квалифицированный. Главное книжку скажи, какую надо прочитать, он и прочитает, все разберется. Потому что человек уже понимает, что этому нужно. Миссия возникает тогда, когда человек еще находится за пределами церкви, когда он еще не понял, что этому нужно. Он просто живет, радуется жизни. И к сожалению, сейчас до сих пор у нас в общей массе на приходах среди православных людей очень слабое понимание вообще важности этого служения. Вот я вам просто приведу простой пример. У нас группа есть вконтакте православная молодежь Дона, которая была миссионером Дона. В ней сейчас где-то не помню от 300 до 400 участников. Она существует уже больше года. То есть по всей области, по всей пархии она известна. И вот везде рекламируется на всех баннерах вешаем это название, этот адрес. Порядка 300-400 человек. Есть другая группа вконтакте, называется сопротивление Дон. Группа такая националистического толка. Это на самом деле родноверы, но они себя так не рекламируют, не выставляют, но они там постоянно проводят лекции. Вот у нас в Ростове будет 13 числа, воскресенье вечером будет где-то в районе Центрального рынка будет лекция какого-то там известного знатока славянской культуры, что-то он будет рассказывать о том, как надо жить, там и так далее, много всяких таких вещей. Ну вот такая тематика, то есть именно о славянстве, о том, как вот мы такие все славяне, при этом, конечно же, они очень корректно обходят вопросы экстремизма, там сразу пишут все в группе, что у нас экстремизм, запрещен, там всякое нагнетание, потому что это такое дело уже опасное. Так вот, существует эта группа очень немного, у нее количество участников, не помню, сколько, то ли полторы тысячи, то ли десять тысяч, то есть большое, понимаете, то есть масштаб серьезные, то есть мы тут со своим, мы думаем, вот мы-то такие православные, а тут где-то какие-то сектанты затеряются, так вот их толпа. Вот группа церкви новое поколение, у нас здесь в Ростове, то, что мы смотрели ролик, больше, около пятисот, она работает, наверное, с осени, около пятисот человек. То есть понятно, что не все православные сидят в контакте, понятно, но это все-таки какой-то уже есть о чем подумать, короче говоря. То есть есть огромное количество людей, которые еще даже не поняли, что это им нужно, что им нужна какая-то картизация, что они должны там Евангелие прочитать, Библию. Причем они на этих лекциях на своих, они учат таким вещам, которые вот как-то обо всем хорошим, то есть надо, чтобы все было хорошо, против всего плохого, и даже спорить с ними, они как-то так все строят, что невозможно прийти и начать с ними спорить, о чем спорить, мы некоторые не про кого ничего плохо не говорим, мы только про все хорошее говорим, то есть такая вот, еще нужно найти способы вот на это все воздействовать, поэтому здесь, конечно же, нужна и практика какая-то, и практика, прежде всего, внутренняя должна быть, а потом уже внешне куда-то выходить, и вот здесь как раз-таки это уже не катехизация, катехизация это когда человек просто выучил свой предмет и правильно его рассказывает, все по программе, миссия это либо человек миссионер, либо не миссионер, учись ты, не учись, ничего не получится, конечно, ты можешь человек выучить очень много разных предметов, но когда он попытается прийти к какому-либо человеку, который находится в заблуждении и постарается его убедить в чем-то, вот у него либо получится, либо не получится, и тогда просто станет понятно, что служение для него не имеет никакого смысла, но так или иначе всему этому можно научиться, всему этому можно научиться, но прежде всего на практике, вот наша задача как раз-таки если центр катехизаторский при семинарии он будет готовить и готовить сейчас уже миссионеров теоретически, то нам необходимо сделать, дать возможность практическую, практическую, организацию практической деятельности. Вот, я вот уже говорил сейчас, что у нас сейчас какая еще хромает организация вообще по времени, потому что мы когда придумываем что-то, уже оказывается поздно, но очень хорошая идея, проводить миссионерские такие вылазки в Пасху на кладбище. То есть это время, когда христиане православные, вот они только могут отказаться от долгого лежания в постели с утра. Утром встал в 11 часов, допустим, утра, да, именно в воскресенье. И, конечно, хорошо быть в храме, радоваться и молиться, приходить на всякие, ну, оно, конечно, никак не заменяет одно другое. Но сформировать бригаду такой, прийти на кладбище и попытаться пообщаться с теми людьми, которые там сидят и празднуют Пасху, луднику с могилами, можно. И эти люди готовы разговаривать. Если кто не готов, ну, пожалуйста, мы пойдем в другие. Но мы можем подумать о том, что мы им понесем, что мы скажем этим людям. Понятно, что листовочку дать, это понятно, все хорошо. Но миссия заключается в нераздаче листовок. Вот как, знаете, в магазине всякие рекламируют свою продукцию, стоит какой-то мальчик, вот так вот, раздает всем, вообще ему все равно, раздает листовки. Точно так же можно нанять таких же мальчиков и девочек, и они будут раздавать эти листовки, и для этого не нужно быть миссионером. А вот подойти к человеку и научиться диалог завязывать, и это не получится вначале. Вначале нам скажут, что что-то перестал, ко мне отвалил, мне тут Пасха, или еще что-нибудь. Но постепенно от одного к другому и попытаться научиться вот такие вещи, такие диалоги заводить, это тоже уже какая-то практическая задача. И вот здесь у нас мы можем с одной стороны семинаристов к этому привлекать, с другой стороны катехизаторов, которые сейчас учатся уже где-то там на каком-то курсе, катехизаторских курсов, либо тех, которые вот у нас тут сейчас пришли многие, те, которые у нас занимаются. Потому что, к сожалению, вот первая попытка таких вот наших бесед, она, я так думаю, что в каком-то смысле провалилась, потому что наши занятия, они не обрели за этот год практического такого уровня, а были просто занятиями были неоткрытыми. То есть, большая часть тех, которые послушать решили, то есть, не какой-то практикой заниматься. Потому что мы об этом все, об этих всех вещах говорим не просто так. Вот мы говорили, допустим, о протестантах, поговорил, ну да, то есть, то, что мы от этого сами утверждаемся в вере, это хорошо. Но наша перспективная задача это то, с чем мы должны пойти к этим самым протестантам. Как к ним идти? У нас никто этим занимается. Понимаете? У нас в епархии вообще этим никто не занимается. Это на самом деле беда. Никто не обсуждает технологии, как к ним ходить вообще, как ходить к этим людям. Вот есть разные подходы, да, вот можно узнать по расписанию, они их не прячут, эти расписания заходи там в интернете и смотри. Можно взять расписание, прийти на их богослужение, и это богослужение просто тупо сорвать. Устроить там какой-то дебош, допустим, да, и сказать, что вы там все антихристовые слуги, и будете гореть в виде огненной вещи. Понимаете? То есть хороший такой метод миссионерский, но он работает один раз. То есть если кто-то, если кто-то вдруг перепугается и задумается, да, правда над этим православным храмом, то он, может быть, и убежит оттуда. Но зачастую это просто они потом охрану выставят, там еще что-нибудь, и все это провалится. Это будет совершенно бессмысленно. И часто вот такая миссия агрессивная, она имеет в своей основе духовную такую вот ошибку. которая связана с тем, что мы просто хотим доказать свое превосходство. У каждого человека есть какие-то комплексы, и он очень часто хочет их просто показать, что это не комплекс на самом деле, а достоинство. И начинает всех остальных учить. И в этом случае те же самые протестанты оказываются на высоте таких вот миссионер, по сравнению с такими миссионерами. То есть они утверждаются сами в вере. Видите, как вот, вон они, куда нас ведут, непонятно к чему. А мы вот такие спокойные, мы молимся за них и так далее. А какие еще есть методы? Мы не знаем этих методов, мы даже не рассуждаем о них, не пользуемся ими. И поэтому, почему? Потому что никто не сталкивается с этими проблемами. Да, вот в прошлом году, когда у меня такая возможность появилась, тоже цепочка случайностей. случайностей. Просто случайно через одного человека познакомился с пастором. Просто. Я рассказывал? Нет. Знаете, просто интересный случай. Случайно просто пришел парень в храм и говорит, можно со священником поговорить? Ну, давай поговорим. Да вот, я вот с девушкой встречаюсь, вот уже мы там давно с ней дружим, там два года. Она ходит в какую-то протестантскую общину. И по средам они еще у них библейская группа, они библию изучают. Ну, я с ней как бы-то хожу, мне все равно. Я вроде православный, но я такой незаконный. Ну, с ней хожу и хожу. А вот теперь же жениться собрались. И мама ее, моя, говорит, что я вас буду иконами благословлять. А вот как это вот, как вот, если она не православная, можно ли иконами благословлять? Она-то говорит уже, да пусть благословляет хоть чем. В принципе, не важно. Давай уже, да, не пыслава. А он говорит, а я что-то подумал, а вдруг это как-то неправильно, может быть это что-то. Ну, и мы с ним стали так разговаривать, общаться. И в конце концов я стал у него спрашивать, а как у них проходят библейские кружки? Я как раз так этим вопросом интересовался. Для того, чтобы понять, в чем же разница. Потому что многие говорят, что библейские кружки вот у нас в православии это традиция такая протестантская. И он мне говорит, ну, вот так, вот так проходят, собираемся, читаем, рассуждаем, высказываемся и так далее. И я же думаю, я же покажу ему, чем отличаются православные кружки от протестантских. Потому что в протестантских кружках там в основном вывод делается самими участниками. Вот они взяли, подумали, взяли, сделали вывод. Мы посчитали так. А православные кружки основа всегда в сфератическом толковании. То есть мы можем порассуждать сколько угодно, но мы всегда обращаемся к святым отцам для того, чтобы посмотреть. И я спрашиваю задаю ему каверзный вопрос. Кто подводит итог в конце? Он говорит, пастор, хорошо, а как он, на основе чего он работает? И тут он мне говорит, да он вообще-то, знаете, какую-то книжку достает, я на столу, да, и читает. Я ему говорю, слушай, даю ему телефон пастор, пятидесятники. То есть это же такие вот пятидесятники, которые, они из такой вот направленности харизматичной, но они какие-то так вот у нас здесь какие-то спокойные. То есть нет такого фонтана вот этих всяких явлений. Я ему говорю, дай ему, пожалуйста, мой телефон, пусть он мне позвонит, я с ним с удовольствием встретился. Он через неделю звонит, приходит, я говорю, да, приходите, пообщаемся. И стали с ним разговаривать, так интересно оказалось, и вот он, оказывается, нельзя сказать, что прям убежденный пятьдесятник. У него очень тяжелая судьба была, какие-то бандиты там был, потом попал в тюрьму, там с ПИДом заразился, и, короче говоря, его выпустили домой, сказали, месяц тебе пожить, попрощаться просто с родственниками, и ты уже помираешь. Он пришел, вышел в Ростове, там даже с кем-то познакомился, где-то его выгнали из храма, что-то кто-то, наверное, ему такое сказал. В общем, как-то вот он не нашел себя. А кто-то его познакомил с каким-то парнем, сказал, пошли там, я покажу тебе, где молятся за таких, как ты. И вот он пошел туда, там за него помолились, и говорит, все, у него прошло. То есть он выздоровел, он женился, и уже трое детей. И он в этой общине остался, он стал пастором, и вот его направили на Черкасск. Владимир его зовут. Он возглавляет там общение протестанского. Ну, то есть он вообще очень так лояльно относится к православию, говорит, мы молимся за православных. Мы тоже, я говорю, за вас посредом. Но вот то, что интересно, что через него позвонили другие, их соратники тоже, которые устраивают обучение будущих лидеров, таких вот, лидеров групп, насколько я это помню. То есть не пасторов еще, но лидеров групп, потому что вот такие домашние группы, где они изучают Евангелие, такими группами по 5-10 человек, не может пастор вот обойти все эти группы одновременно. То есть все равно в одной группе находится, а в другие самостоятельно как-то вот они изучают Священное Писание. И вот они разговаривают между собой как-то, и всегда должен быть какой-то один лидер, который лучше знает Священное Писание, может как-то там поправлять, направлять в какую-то сторону. И вот так получилось, что звонят они и говорят, вот мы бы хотели, чтобы вы нам провели лекцию о православных традициях, об обучении Восточной Церкви. Ну я, да, да, конечно, я еще кто-то не подумал, сделал вид, что я еще подумаю, так, конечно, согласился, давайте приду. Три часа далее, причем они говорят, вы можете, у нас всегда перед занятием прославление, то есть они молятся, там поют, а потом же занимаются. Вы можете свое прославление нам показать, своих можете певчиков привезти, показать на свое прославление. Ну я, как бы, ему объяснил, что согласно Новому Завету мы молимся, можем молиться только в единомыслии, так как нас пока еще нет, к сожалению, единомыслия, то мы помолимся до вас сами, а потом придем. Да, ну ладно, как хотите. И нормально получилось общение такое, ну то есть, был вопрос, как построить с ними диалог. Либо просто сказать, что вы все пропадете, убегайте отсюда, бегите в православный храм, кайтесь на исповедь, вот исповедь там, пять часов там, приходите. Или все-таки как-то по-другому надо поступать. Понимаете? Да, опыт получился какой-то, и трудно от того, что не с кем обсудить, не с кем поделиться этим опытом, не с кем, вот как это вообще, нормально ли это. Потому что все занятие было построено на том, что я попытался рассказать историю нашей церкви, через это показав, что церковь действительно одна, и что все, что они думают, подразумевая под множеством церквей, вот католик, вот протестант, вот православный, на самом деле это просто ветки, которые отпали, откололись там и так далее, но церковь все равно одна. Рассказал о соборах, о ересях, которые на этих соборах обсуждались, и почему нам очень важно, во что мы верим, а не так, а бы во что. Вкуси там вот этот вот, беленький такой слева, и дальше уже и ближе к традициям современным, они вопросы задавали разные, там типа вот там, что такое развенчивание, как это вообще может быть, что такое платное крещение, ну это все интересные такие вопросы, но интересно, что со мной была девчонка одна с нашего храма, такая она фотографировала, и пока я рассказывал, эти три часа, к ней одна женщина подошла, когда можно там на исповедь подойти, а когда можно там еще что-нибудь. Одна говорит, а потом уже одна женщина подошла и говорит, а можно ли к вам дети мои подойдут, то я-то вот сюда хожу, учусь, а они вроде как называются православными и скоро хотят ребенка крестить, но мы хотим, чтобы хотя бы по православному они покрестили ребенка правильно, то есть чтобы им хотя бы что-то рассказали, чтобы хотя бы что-то вести, то есть она немножко вниклась так. Вот. И понимаете, да, с одной стороны, мы не сорвали это занятие, все-таки управили, сказав то, что нужно было сказать, то, что возможно для того, чтобы люди подумали сами, чтобы они взялись, задумались, оказывается, вот в православии не так все плохо. Всякие вопросы, связанные с иконами, да, вот когда дошло, дошло вопрос до иконоборчества, я пытался рассказать о том, насколько почитание икон не противоречит Священному Писанию даже, а основанном на Священном Писании. То есть человек не почитает иконы, он чего-то либо не понимает, либо прямо противоречит Священному Писанию. Поговорили там и о молитве, о том, что православные подразумевают слово молитва, потому что они искренне не понимают, они говорят, молитва – это разговор от Бога. Как же можно вот брать и по молитву слов читать, а почему же мы считаем, что это возможно? Вот такие вот вещи, оказывается, они им интересны. Они поблагодарили потом, коробку конфет даже не подарили. А в этом году они звонят опять. Я понимаю, почему им это интересно, потому что, видимо, они тоже чувствуют какое-то свое положение, как изгои. Знаете, то есть как вот катакомники какие-то, которые куда-то бежали, там спрятались от всех, а тут православные защищения приходят, то есть мы из себя что-то представляем, видимо, какое-то интересное. Ну, возможно, возможно, вот что-то такое, ну, я не знаю, может быть, еще что-нибудь, но, по крайней мере, появилось предложение в этом году уже не одну лекцию провести, а две. И уже не только в Новочеркасске, а в Новошахтинске, в Таганроге. То есть вот три их, то есть шесть всего. И вот здесь, конечно же, очень здорово было, вот я уже договорился с ребятами, которые, ну, так миссии склонны, по крайней мере, в Таганроге, чтобы они тоже там побыли, посидели, послушали, и для того, чтобы те люди, которые там вдруг что-то услышат и захотят поподробнее узнать, чтобы они знали, куда пойти именно в Таганроге, чтобы не надо было в Ростов приехать для этого, а у себя бы. Потому что зачастую, если без, не найти каких-то людей, которые готовы таких склонтов принимать, они просто могут прийти и наткнуться просто на какую-то стену непонимания. Идите вот, исповедикайтесь, пожалуйста, что мы там рассказывать должны. Когда просто люди не готовы, кто это пришел к ним. Знаете, они действительно могут на такой, как вот этот пастор, когда-то был непонят. И просто вот потому, что вот его не поняли, может быть, еще другая какая-то причина была, но вот как он говорил, именно так было, что просто его не поддержали. Не нашелся человек, который бы ему посочувствовал и сказал бы, вот давай вместе помолимся о тебе. Все заняты просто были, все какие-то свои послушания, наверное, были, занимались социальной работой, молодежной, там еще какой-нибудь, о нем не помолись. А то там какой-то появился такой человек, который смог это сделать. Вот. И вот для того, чтобы вот, в такой деятельности участвовать, конечно же, нужны люди, которые вот вначале просто посидят, послушают. Может быть, какие-то свои выводы сделать, может скажут, что, слушай, вот это вот было зря сказано, а вот это наоборот не сказано то, что было бы хорошо бы сказать. Вот эти вещи, я планирую, что вот мы на таких вот собраниях наших, да вот постепенно появится миссионерская команда какая-то, которая может быть будет в каждом приходе или в каждом благочине. Именно те люди, их будет очень немного, но это будет какая-то команда тех, которые вот как спецназ такой, единомышленники, которые понимают, о чем речь. А вокруг них уже будет потихонечку собираться такая группа, которая помогает. И вот для того, чтобы эту команду сформировать, обязательно, с одной стороны, обучение у нас должно быть какое-то, которое мы вот сейчас на этих занятиях только в начаточном, в зачаточном состоянии пытаемся о чем-то узнать. Но основное обучение, это, конечно же, ипорхиальные курсы, заочные, очные, там кому как. А мы предлагаем практику. И вот в данном случае, вот здесь, мы становимся организаторами. То есть, кто хочет послушать, как можно общаться с протестантами, и какие вопросы они задают напрямую, собираемся и идем туда-то. Кто хочет послушать, как можно общаться с мусульманином, допустим, вот у нас этот центр, который, он вроде бы, как большое такое название, крутое, дорога домой, но он есть, он действует, то есть, объявления висят, и люди позванивают. То один придет, то другой придет. Чаще всего приходят родственники. Вот, у меня там жена ушла в свете Риговы. У кого-то там сын стал родновером, или еще кто-нибудь такой. И вот так вот постепенно вот приводили девочку, которая здесь ДГТУ Ислам приняла. Конечно же, мало толка такого было разговора, но все-таки, хотя бы, когда мы видим, что это за человек, что это за человек, который православный, будучи крещен в православной церкви, вот так вот приезжает, год учится в институте и принимает ислам. Что им движет? То есть, это уже даст возможность задуматься о том, какого типа профилактики не хватает у нас в мире, не только в церкви, когда мы общаемся с нашими, с воскресной школой, а чего еще не хватает такого, что мы должны показать внешне, где-то там среди студентов, еще каких-то людей. Если мы этого не видим, этого всего ужаса, как люди меняются, как они перестраиваются, то, конечно же, какой деятельности может идти речь. Ну и также, как я уже сказал, там та же миссия на кладбище, то есть мы ее организовываем, мы печатаем листовки, мы проводим инструктаж, собираем такую миссионерскую команду и идем. То есть не зевак мы собираем, а те, которые готовы идти и разговаривать. Те, которые готовы идти, разговаривать и еще потом анализировать свой опыт. У каждого миссионера должен быть, по сути, дневник, которым он должен записывать. Сегодня я провел такой-то разговор, а завтра я провел такой-то разговор. Причем, очень важно, что миссионеры настоящие, у них нет такого понятия как миссионерская акция. У них миссионерская акция вся жизнь. То есть вот они, когда едут где-нибудь в поезде, в электричке, там еще где-нибудь, они просто ищут тех людей, с кем можно поговорить. Не к кому навязаться, а вот просто, по крайней мере, не убегают от такой возможности, когда можно или начинать с ним человек разговаривать. Он старается этот разговор поддерживая не в том направлении, которому человеку интересно, а вытаскивать его на разговор о главном. И это тоже такое свойство, которое если есть в человеке эта потребность, то она так или иначе может проявляться. И тогда вот в дневнике человек записывает, а вот я сегодня поговорил об этом, а мне был задан вопрос, а я вообще не знал, что отвечать. Опа! Если человек так записал себе в дневнике, то это значит, что он здесь будет копать. Он потом уже не сможет просто оставить это, он все время этот вопрос будет его точить, 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 что здесь ты что-то такое не допонял, здесь ты что-то не доучил и так далее. А пока мы не встареваем в такие разговоры, то, конечно же, нам будет очень-очень трудно. Мы можем даже приглашать самих представителей этих самых сект сюда, и мы можем им задавать вопросы. Это, кстати, очень эффективный способ обучения, хотя и очень опасный. Поэтому он не для широких масс, а только для опытных миссионеров, крепких в вере, потому что, действительно, люди умеют свою веру представить так, что она может показаться логичной, и все правильно, классно. И у человека пропадает такое. Если человек не знает, что ответить, он начинает смущаться, думать, что легче, либо искать опровержение, либо просто согласиться и стать товарищем, близким другом и так далее. Поэтому, но я знаю, по крайней мере, что в вузах, вот в Святотихиновском университете, бывает по сравнительному богословию приглашают католического священника, который об основах католицизма, католического именно богословия рассказывает сам. То есть, не то, что написано в учебнике. Мы же понимаем, что учебник, понятно, что правдивый, без всякой лжи, но всегда одно дело наш взгляд на их проблему, а другое, интересно, как они мыслят об этом. Неужели они такие бестолковые? Понимаете? Ведь действительно, мне кажется, неужели протестант, который смущается тем, что православные поклоняются идолам в виде икон. Неужели ему неинтересно, что об этом думают сами православные? А зачастую действительно неинтересно, потому что он считает, что они просто 2000 лет безумные, а я такой родился, только и вот уже такой умный. Я наконец-таки прочитал книгу Исход, 20 главу, и теперь я все понимаю. А они читали, читали, а на самом деле они вообще не читают эту Библию. То есть, человек это допустил, что они бестолковые все, и все, и дальше у него уже критическое сознание отпадает. Вот. И тоже касается вопросов, связанных с работой молодежной. Это вообще отдельная ситуация. С одной стороны, миссионерская работа, да, это такая работа внешняя, это то, что работа направленная, служение направленное на людей, которые проходят мимо храма. Сейчас, кстати, вот я еще не сказал один важный момент, для многих православных попытки выхода на улицу православных миссионеров кажутся безумными и ненужными, потому что храмы открыты, каждый человек может зайти в храм и задать все нужные вопросы. И если он не хочет зайти, значит, не нужно ему навязываться. Храм стоит, колокола звонят, и если он не заходит, значит, просто ему не надо. Но, во-первых, если мы посмотрим процентное отношение, какое количество людей в храмы вообще в принципе не заходит, когда мы стоим в воскресенье на литургии, нам кажется, ну толпа просто людей, ну много людей, кажется, ну все они здесь, да, и какие-то только заблудшие где-то там ходят. Но если мы посмотрим процент отношений, процентное соотношение, да, вот людей, которые в миру, которые здесь, и которые в миру, те, которые вообще, у них нет вопросов. Понимаете? Вот мы ждем, когда они придут, вопросы нам задут, а у них этих вопросов нету, они вообще об этом не думали никогда в жизни. И мы еще никто на эти вопросы не намекнул и не подсказал, что такие вопросы есть, и о них есть смысл вообще-то задуматься и поразмышлять. Но таких людей нету. Смотрите, их очень много таких, которые проходят мимо. Правда? Да вот, просто посмотрите, вот по нашим отчетам за прошлый год, ну, понятно, что грубые какие-то прикидки, но по всей епархии, то есть епархия сейчас Ростов, Таганрог, Новочеркасск, Азов и Оксай, количество православной молодежи, которая находится в православных клубах при храмах, сколько православной молодежи? Вот такой, не просто, которая просто, я православный, а вот которые ходят в храм и как-то кучкуются, вот участвуют какие-то движения, как будто на в акциях там участвуют, то есть, например, представляете? Около тысячи. Да, около тысячи. Около тысячи, понимаете? Вроде бы, ну, куча просто. Если привезти их сейчас сюда в храм, они тут не поместятся. Но в ДГТУ в одном учатся 47 тысяч студентов. Понятно, что можно отбросить филиал, там останется там 30 тысяч. Ну, это один вуз всего лишь в одном городе. Это просто говорит о том, что мы думаем, что в храме сидим и это все. А на самом деле этого всего, если мы проводим какой-нибудь лагерь, вот я был, кстати, на совещании молодежных всяких движений области. Ну, они просто рассказывали свои деятельности, какие проходят у них мероприятия, там, ничего такого, что-то интересное, что-то так себе. Но самое главное, не везде пишут, какое количество людей приняло участие в том или ином мероприятии. Вот прошел у нас там конкурс какой-то рэперской там песни. Приняло участие там 3 тысячи человек. Там приняло участие полторы тысячи человек. Мы, если начнем такие отчеты писать, у нас тут приняло участие 20 человек, 10 человек. О, пришло там или 15. Понимаете, то есть это масштаб, который вообще снаружи незаметен. Чего вы там копошитесь там, чею попили, вот вы молодцы. То есть эта работа по сути у нас не спланирована, не ведется и миссия, которая направлена не на катехизацию тех, которые здесь в храме, то, конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы прихожане наши были грамотные, образованные, верующие православные люди. Но это катехизация. А миссия это то, что обращено ко всем остальным. И здесь возможны разные формы этой миссии. Мы должны их, конечно же, осваивать. Но Владыка в прошлом году принял решение объединения отделов молодежного и миссионерского. И это он сделал неспроста, потому что зачастую миссия основным своим объектом имеет, конечно же, молодежь. Потому что люди в возрасте зачастую в большинстве своем они уже определились со своим мировоззрением, у них как-то так уже у них свои понятия. И им трудно бывает, и их нужно учить. Но большинство, конечно же, больше внимания должно быть обращено на те, которые являются движущей силой. Представьте себе, выпускники вуза это интеллигенция. Это не те, которые булыжники бросают, но это те, которые говорят, идите, берите булыжники и бросайте. И вот от того, что они будут знать, какое у них будет мировоззрение, зависит, по сути, очень многое. миссия. А с другой стороны, движущей силой миссии является та же самая молодежь. То есть, не просто собрали там пожилых прихожан, вот давайте быть миссионерами. Хотя, и такой есть, бабушки бывают, такие миссионеры, что и... но в этом случае, да, здесь такие два служения, они очень похожи. Но так или иначе, с молодежью еще большая проблема существует, потому что, к сожалению, до сих пор никто не знает, что с молодежью делать. Вот не знает никто, понимаете, вот имеется... Да и в городе, в смысле, в администрации областной все сходится на какие-то мероприятия, вот тут мероприятия провели, тут мероприятия провели. Чем чаще их проводить, тем лучше. А ради чего это все делается? Почему? Для чего? Видно, даже вот если мы посмотрим по деятельности различных епархиальных структур, не только наши, другие епархии, то там больше одним чем-то занимаются, там больше одним чем-то занимаются. Но это и понятно. Религиозное образование было всегда. То есть, так или иначе, катехизация, научение в церкви было изначально. А вот такого слова, как молодежь, я уже говорю постоянно, его вообще никто не знал никогда раньше. То в наших времен слова молодежь его не было. Просто были люди, были люди маленькие, дети были, потом были молодые люди, взрослые. И молодежь, по сути, почему ее не было? Потому что это период был, когда человек вырос уже, то есть он не находится в прямом послушании своим родителям. Это уже не ребенок. Он уже имеет свое собственное мнение, свои собственные какие-то дела. Но он еще не несет ответственности за свою семью. Он еще не вступил в брак. И вот этот период, период безответственный, он без ответственности такой. То есть не там ответственности, не там делаешь, что хочется. То есть живешь, живешь как хочешь. Он очень соблазнительный и тем самым очень опасный, как скользкая такая дорожка. И поэтому этот период был всегда минимизирован. То есть человек вырастал, и что же? Все, женишься, и вот тебе дом, и вперед. Никто там не спрашивал. Ты, может быть, погуляешь, еще для себя поживешь, потом уже. А сейчас, так как этот период, опять же, соблазнительный и не требует от местности, то он стал расширяться. Расширяться. Получилась целая группа людей, как называется, молодежь. И тенденция такая, что этот период становится все шире, и шире, и шире. Мы говорим сейчас, что у нас молодежь от 18 или от 17 до 35 лет. Молодежь до 35 лет. Я вот, когда был в Донском монастыре, могила генерала Капеля. Капель, известный такой генерал, белый офицер, очень образованный, победитель, там куча всяких там схваток, сражений. Вот, когда я отнял год смерти от года рождения, у меня получилось 34 года. Понимаете? Вот, такой человек, а называть молодежью, даже как-то неудобно. Это молодежь. Взрослый мужчина такой, который, действительно, полководец. Уже не говоря, там, Александр Невск, там, и так далее, но вот, даже сейчас, взять, там, военный, там, гожедуб, там, покрышки, да, они там, возраст-то их был, тоже смешной, в 20-чем-то лет. Какая там молодежь? Это люди, взрослые, совершенно, такие вот ответственные. А сейчас идет, до 35 лет молодежь, а за границей сейчас, в Германии, допустим, 35 лет, это вообще, еще как бы разговоров, какие-то брак, какой брак, что такое? Еще рано, ну, 40 лет, там же, 45, там же, а что, сейчас, сейчас еще поживем. И это удобно, это же легче так жить, зачем, если мне и так хорошо живется, зачем мне какую-то ответственность на себя брать? И так все хорошо. И вот, и поэтому в церкви никогда не существовало опыта работы с этой самой молодежью, как вы все с ней работаете? Почему мы не говорим, что мы работаем, с какими-то там фрезеровщиками, или с хлебопеками, или с кем-то еще? Все люди одинаковые, а вот с молодежью, это по-особенному. Ну, тут уже ничего не сделаешь, мы не можем взять и заставить людей перестать быть молодежью, хотя должны это сделать, да, то есть мы должны помогать людям становиться взрослыми, а не расслабляться, участвовать в каких-то взрослых делах, для того, чтобы эта молодежь уменьшала свои рамки, но хотим мы этого или не хотим, она уже есть, эта молодежь, и вот эти технологии работы с молодежью, они вот только-только появляются, они еще какие-то такие вот непонятные, но это надо как-то осваивать, этим нужно заниматься, и поэтому курсы, которые помимо богословских дисциплин, вот курсы по организации молодежной работы, по психологии возрастной, там и по семейным, какие-то вопросам, они тоже будут включены, вот этот семинарский курс, для того, чтобы специалисты, которые заняты работой с молодежью, чтобы они понимали, о чем идет речь, причем мы должны пройти тут по такому, очень зыбкому перешейку, потому что, с одной стороны, у нас есть новейшие технологии по организации молодежной работы, по лидерству, по развитию детских качеств, по всяким таким вот, организациям досуга, а с другой стороны, мы должны понимать, что есть традиции наши, какие-то русские традиции, народные, православные традиции, которые зачастую идут просто принципиально в разрез с этими методами, которые сейчас продвигаются, и которые светские организации, они просто берут на себя все, что они видят, на Западе развиваются, они берут и применяют, и все хорошо, все нормально, но мы во многих случаях понимаем, что какие-то методы использовать просто нельзя. Допустим, при организации работы с молодежью, даже в церкви зачастую бывает, принципиальное отсутствие взаимодействия, со старшим поколением. То есть молодежные лидеры должны быть того же самого возраста, что это сама молодежь. И никаких вот общений, то есть подразумевается сразу, что старшие ничего не понимают. Мы все понимаем, мы все знаем, они устарели, они все там. У нас наоборот, традиция наша православная, всегда слушаться старших, это корень благополучия наших. По крайней мере, почитать старших и относиться к ним с уважением, это нормально, это естественно. Когда мы, когда молодежь не сама в себе крутится, а когда приходит какой-нибудь ветеран, пусть он может быть нескладно говорит, да, может быть он, бывает такое, что приглашаем ветерана, а ветеран, он уже старенький, и он начинает что-то говорить, 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 и пошел, пошел, рассказывать, ему уже как бы, ему говорят, что уже все там, а он говорит, говорит, получается, какие-то неудобные вещи, но все равно. А почему мы не должны на этом самом примере учиться, со снисхождением относиться к немощам, пожилых людей? А как еще? А если этого не будет? То есть, в этом случае мы можем выступать, но опять же, об этих мелочах никто не осуждает. Вот есть сказано, надо работать с молодежью. А как? Кто работал? А вот же на Западе работали, а вот же там светские работали. Давайте мы так же тоже будем. И когда мы начинаем работать с молодежью, получается, что мы все делаем правильно. Но вот этих мелочей бывает не замечаем. А они для нас оказываются очень-очень важны. И как-то вот с одной стороны соблюсти технологии, которые позволяют не десятью человекам что-то донести, а вот этим 45 тысячам как это сказать? Как сделать так, чтобы нас кто-то услышал? Как мероприятие такое провести, чтобы мы так вот смотрели и слушали? Как это возможно? Вот. Это тоже очень серьезная задача, которая должна решаться. Поэтому, а нам-то уж здесь на приходе уже сам Господь велел этим заниматься, потому что и отдел. Раньше вообще было трудно, когда отдел всегда с храмом совпадал. Да, вот тут какой-то храм, если занимается каким-то отделом, то иначе весь храм занимается. Но, в любом случае, мы находимся здесь в ВУЗе, и молодежная работа, и миссионерская работа, она так или иначе должна касаться всех, кто только может хоть как-то в этом деле помогать. А, конечно же, от нашей работы здесь на приходе будет зависеть и то, как мы сможем помочь организовать такой же работе, работы на других приходах. Например, при других ВУЗах есть такие приходы, или просто где-нибудь в местах скопления людей, молодежи. Вот этой практикой мы должны заниматься. Именно для этого у нас существует такое понятие, как миссионерский приход. Я вот с этого начал, и сказал уже, что по сути каждый приход должен быть миссионерским. Но есть определенные такие вот особенности, которые отражают миссионерский приход. Каким он должен быть? Я сейчас перечислю там на слух, чтобы это было. Во-первых, главная цель прихода это осуществление миссионерской деятельности в том месте, где он, на его канонической территории. То есть, проще говоря, вот то, что приезжают сюда афроамериканцы, так называемые, учиться. И то, что они, приезжая сюда сектантами, уезжают из России через пять лет учебы другими сектантами, потому что они еще на абитурии здесь находятся, а к ним уже свидетели еговые то-то-то-то-то-то пришли, а православные не пришли. Понимаете? И в течение пяти лет они не пришли. Они просто ходят сюда вот мимо храма, и как бы даже одни зашли там, посмотрели и ушли, другие вообще не зашли. То есть, мы сидим здесь и думаем, вот как хорошо, у нас коврик, он хороший, тепленький там, все такое, да? Все у нас хорошо, но туда мы не пошли, потому что мы думаем, ну а что, зачем мы будем навязываться? А свидетели еговые пошли. Еще, я же говорю, летом они еще не поступили, не зачислились, а они уже свидетели еговые, понимаете? И они приезжают туда, и то есть ересь несут в свою Африку. и при этом выехав из страны, из православной страны, из Тихого Дона, такого православного, они уезжают сектантами. Как же это может быть не наша ответственность? То есть, вот, почему вокруг нас столько людей, которые ничего о церкви не знают? У нас вроде бы уже все, представьте себе, у нас вот такая ситуация уникальная, у нас со стороны руководства университета, как минимум, лояльность, как минимум, если не сказать поддержка, но как минимум нам не говорят замолчите, рты закройте, чтобы у вас тут никакой пропаганды слышно не было. Понимаете, я пошел, сказал, пожалуйста, давайте снимите объявление о том, что будет Хэллоуин проводиться. Я сказал, что а то я свои объявления повешу. Все, поснимали, все. Понимаете, ну как это еще? Когда еще мы можем проповедовать? Когда? Когда нам скажут, что попробуйте вылезти отсюда, сразу выстрел там в лоб. Как? Когда еще? Вот. Конечно же, важно, чтобы в миссионерском приходе максимальное количество прихожан знали наше вероучение православное. Знали так, чтобы мы не только сами могли это для себя что-то знать, а еще и могли объяснять доказывать что-то. А это мы можем научиться опять же практически, вот я уже намекал вам на это, но мы немножко дальше займемся, чтобы мы устраивали постановочные идеологии. Диалогии. Вот мы когда изучим там баптистов, допустим, или изучим вероучение конкретной динаминации, пятидесятников, да, или адвентистов седьмого дня. И вот посмотрим, попытаемся друг другу, вот один проникнется этим учением адвентистов и будет другому православному доказывать, что он прав. А мы на это все будем смотреть. А потом мы еще будем это обсуждать. Кто допустил ошибку, кто сказал неправильно, кто неправильно эмоционально себя повел, кто неправильно аргумент привел, кто забыл там, какая цитата находится в Библии, кто вообще Библию забыл дома, допустим. Все эти ошибки, все эти вещи можно обсуждать и об этом говорить. Следующее. Очень важно, опять же, чтобы миссионеры по возможности имели или получали, стремились получить светское высшее образование. Это вопрос очень важный сейчас, потому что особенно в городе конечно можно быть каким-то таким вот старцем, за которым бегают люди и уже не спрашивают сколько он имеет образования и имеет ли вообще. Но он в жизни духовной человек такой, что это уже не важно. Но зачастую сейчас в нашем мире все-таки наличие высшего образования оно дает некие преимущества. Когда человек начинает понимать, что перед тобой стоит не просто человек, который знает что-то другое, а знает то же, что и ты, но еще и нечто другое. Понимаете? Это очень важно. Это, кстати, то, в чем сейчас есть проигрыш для тех, кто захочет духовную семинарию. Допустим, конечно, можно очень хорошо закончить духовную семинарию, все выучить, изучить, но при этом придя в аудиторию студентов, можно вообще не найти общий язык, вообще ни о чем. Понимаете? Просто оказаться, что мы просто на разных полнах. еще есть такой вот интересный момент. Приходское собрание этого храма, там, где оно работает и неформально является приходское собрание, то есть, кто, которое принимает решение, должно состоять в большинстве своих исключительно из миссионеров, потому что решения, которые принимаются, то есть, например, думаем, на что нам потратить деньги, на листовки или на Библии, чтобы раздавать, или поехать на пикник, допустим. Борис, я в Пасхе, я вижу, что такое бывает, вы даже знаете, когда люди из благих похуждений помиссионерства именно справляются на пикник, вот как вы сказали, раздавали источки на Пасхе, а потом тут же, может быть, даже с плохой целью сблизиться, сейчас мы с вами в храме чай пьем, а с вами что-нибудь еще попьем, что-нибудь дадите поесть, выпить, и пошло-поехало. А дальше кто-то переполит. Но я не об этом говорю. Я говорю о том, что смотрите, у прихода существуют какие-то возможности. То есть, это же вы можете об этом говорить. Ну я просто говорю о том, что у прихода есть какие-то возможности и есть какие-то планы, которых всегда больше, чем возможности. И поэтому приходится выбирать, что мы будем делать, вот это, вот это или вот это. И, конечно же, важно, чтобы большинство, если это не миссионерский приход, то большинство голосовало за те планы, которые носят миссионерский характер, более, чем, например, за планы, касающиеся обустройства, какого-то комфорта или еще что-нибудь. Следующее. Это вот то, о чем обычно забывают. Приход миссионерский должен обязательно заниматься социальной диаконией, то есть реальной социальной деятельностью. Организация этой социальной деятельности, конечно же, возлагается на социального работника. Но зачастую социальный работник у нас сейчас занимается больше самим приходом. То есть знать, кто на приходе нуждающийся, кто не нуждающийся, кто может, наоборот, помогать нуждающимся, как-то все это централизовывать. Это тоже важно, потому что, знаете, вот говорили уже несколько раз, такие случаи были, когда приходит какой-то дедушка, прихожанин, говорит, ой, помогите мне, у меня там угля надо купить, мне там окна надо вставить, там еще что-нибудь. Ему выделяют какие-то деньги, суммы, там одни, другие, ну, бедный там пенсионер, жалко. Потом выясняется, что у него двое сыновей, предприниматели, которые нормально зарабатывают. У дедушки пенсия, это уже нормально. Ну, он подумал, а что попрошу, мне, может, дадут. Но сыновья, может быть, ему сыновья не дают денег, но это твоя проблема, что ты так воспитал сыновей, которые тебе денег-то не дают. Это значит, может быть, тебе нужно понести за это немножечко, потерпеть, для того, чтобы хотя бы немножко раскаяться в том, что как ты воспитал своих детей. Но это уже, может быть, церковь должна увещевать этих детей, но это не значит, что нужно братья таким и добрым, и всем будем деньги давать. То есть, этим всем нужно тоже следить. А может быть, есть кто-то более нуждающийся, но скромный, и так бы помалкивает, а посуду, мне ничего не надо, я это прожил. Вот этим всем занимается человек на приходе. Но здесь имеется в виду другое. Когда мы человеку говорим о Евангелии, когда мы говорим ему о благой вести, то мы должны обеспечить все необходимое для того, чтобы этот человек, который придет в храм, он эту благую весть увидел, может быть, даже прежде, чем он его услышит. Он должен увидеть, что люди, я не имею в виду, что мы должны для показухи что-то там делать, а реально православные христиане должны изыскивать возможности совершать социальное служение в нашем мире. Не акции какие-то, не пробеги автомобильные. Владыка правильно сказал, вот у нас социальный отдел, допустим, говорит, что вот в этом году были проведены такие-то там автопробеги против аборта. Но это нормально, да, то есть мы как-то должны к этой проблеме привлекать внимание, это хорошо, это правильно. Но Владыка спрашивает, а сколько людей в результате этих ваших пробегов отвратились от аборта? Ну, не ведется статистика такая, ну, что-то где-то там, ну, можно сказать, там сколько, два, три, там, пять, десять человек. А сколько всего в этот период сделано аборта? Понимаете, то есть мы должны понимать, в общем, масштаб этого, мы делаем какие-то действия, а что это? Что, к чему это привлекло? Какая цель? Вот мы потратили какое-то время, мы там бензин потратили, ездили там по городу с флагами махали. Это все красиво, это все можно там сфотографировать, но что в итоге, какая цель? И вот здесь эта цель, социальное служение, она должна быть не какой-то просто целью. Вот как, я вот привожу пример, вы помните, мы смотрели фильм отца Айакима, когда просто люди из желания служить другим устроили, построили маленький домик, и в нем открыли вот такую небольшую прачечную для бездомных людей, бомжи, вот просто бомжи, фу, бомжи там, да? А вот эта прачечная дает им возможность эту бомжу зайти, раздеться, постирать, то есть отправить это все в машинке, машинки пока стирают, ему одеть халатик, искупаться ему дать, душик там какой-нибудь, душевая кабина. Он скупается, фенчиком посушится, сесть его за стол покормить, высушить его одежду, одеть его и с Богом давай дальше. Или можешь посидеть, отдохнуть сколько-то там. Ну это как-то, то есть это элементарно вроде бы кажется, но все же это нужно организовать. Кто-то может найти возможность помогать финансово этому всему, кто-то может свою работу оставить и прийти сюда и этому служению посвятить свою жизнь. И приход весь может в этом как-то участвовать. Кто-то один диспетчер, кто-то один решает там, кто когда выходит, кто чем занимается, как машинка поломалась, кто ее будет чинить там, и так далее, за чей счет и так далее. Ну это просто пример, вот в данном приходе взяли и решили, мы будем вот такое служение совершать. А мы будем совершать другое служение. Допустим, вот мы отговорили кого-то от аборта, да? А мамочка-то родила ребенка, а она одинокая, ей даже некогда поехать документы оформить. Она все время с этим ребенком. И вот в Москве создали такой социальный центр, ну просто домик такой построили или выкупили там что-то такое. Где мама может оставить этого ребеночка, все чистенько, все хорошо, вот комнатка детская, с ним посидят нянечка хорошая такая православная, а она под сходе документы оформит. И может быть юрист свой местный православный пойдет и поможет эти документы оформить. Знаете, как сейчас мама приходит в какой-нибудь социальный центр, оформляет там детские, а о том, что ей еще какое-то пособие положено, ей никто не подскажет. Она если не знает, ну не знаешь, так и не знаешь, но нет и суда нет. А вот если бы она знала, она пришла бы и написала заявление. А те, кто сидят, принимают заявление, они сидят, помалкивают, бывает, ничего. Чего я буду говорить, она мне сейчас опять вопрос задавает, там еще что-то оправляет, да бывает такое. И вот в данном случае тоже служи. И нам бы в каждом приходе хорошо бы вот что-то такое делать для того, чтобы уже даже с миссионерской точки зрения человек видел, что вот если ты читаешь, в Евангелии написано, что нужно так, 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 так жить. Если бы просили рубашку, отдай верхнюю одежду, отдай и нижнюю, допустим, да, рубашку там, то вот люди реально читать Евангелие по нему живут. А если люди читают Евангелие, рассуждают о нем, а живут все равно по-своему, то какая-то миссия может быть. И вот этим наличием социальной работы какой-то, конкретной, маленькой может быть, но конкретной и серьезной, отличается тоже миссионерский приход. Вот в это еще, помимо этого, миссионерский приход должен был обладать неким, если это можно назвать, институтом катехизаторов. Почему это нужно? Потому что при большом количестве людей очень важно, чтобы катехизация происходила в группах. Не так, когда вот, ну, у нас собираются люди здесь на огласительной беседе, не только те, которые готовятся к крещению, ну, и просто всякие, да. Но вот если готовятся к крещению много, допустим, когда детишек крестят, то, когда их сидит множество, они послушали, вот 40 человек что-то услышали, встали и пошли. Что они поняли? Правильно ли они поняли, согласились ли они с этим или нет, вообще никто не знает. Появились и ушли. А вот на бессионерском приходе эти все пришедшие люди разбиваются по группам. 5, 6, 7 человек. 3, может быть, человека, да. К этой группе, вот она сформировалась, группа, к ней переставляется катехизатор, то есть человек, который ее ведет, который приводит эту группу на занятия, который потом записывает и говорит, все ли вы поняли, может, какой-то тестик проведет, может быть, как-то стоит с ними во время бухгалтера служения и тихонечко объясняет, рассказывает. Не все сразу толпеет 40 человек, а своим вот этим трем, которые пришли. Вот он стоит и рассказывает. И знаете, еще как важно бывает наличие таких катехизаторов, ну, может быть, название тут не очень подходит. Но я с этим столкнулся, вот в том храме, в котором он начинал служить. Бывает вот исповедь, много людей приходит, да. И зачастую на исповедь приходят люди первый раз. Первый раз на исповедь. Что мне говорить? Он подходит, что мне говорить. Это что значит? Это значит, что священник все остальные должны подождать. А священник должен ему рассказать о покаянии, о заповедях, о Боге, ну и так далее. То есть представьте себе, как это непросто. Если он сейчас его оттолкнет, он вообще, может быть, уйдет и скажет, ну, меня здесь не помнили. И вот в этом храме там несколько человек, они не называются никакими дежурными катехизаторами, или как-то еще. Это просто люди, известные, опытные прихожане. И вот священник, когда такой человек появляется, он говорит, пожалуйста, вот тут стоит Мария Ивановна, если женщина к женщине, если мужчина к мужчине, ну, пожалуйста, подъедини и скажи, что мне нужно рассказать, как готовиться к исповеди. И все. Он к нему подходит, тот садится с ним, слушает, давай я тебе сейчас эту книжечку дам, я тебе сейчас это расскажу. Вот это все спокойно объясняет лично, вот так вот при личном контакте. Когда, если там что-то, какая-то серьезная проблема, он все-таки найдет возможность, и его состыкуют со священником, сам созвониться, договориться. Ну, это здорово, понимаете? Когда есть вот такие вот в храме, ну, если можно так назвать, столпы такие, знаете, то есть вот, на которых можно опереться, которые можно людей новообращенных подключить. А бывает еще так, во время богослужения заходят люди, вот так вот смотрят, вот так вот, и если к ним не подойти, бывает такое, что не надо подходить. Видно по человеку, что к нему подходить не надо. Он все хорошо и так сам разберется. А бывает такое, что вот он действительно смотрит, смотрит, может повернуться и уйти. И больше, может быть, еще очень долго не перейти. Если в этот момент подойти к нему и вот просто взять, можно, вам книжечку подарю. И все. Этот человек, вот у меня такой был случай, тоже какое-то настроение такое было. Не часто я ходил вначале на вечернее богослужение, именно в субботу вечером. Только на литургию, понятно, все ходят на литургию. А вечером, и вот пришел солнечный день, какое-то настроение хорошее, пришел, встаю. И тут зашли, вот парень с девушкой зашли, и вот так тоже смотрит, смотрит, смотрит. И я думаю, да вот сейчас же шуй тут же. Уйду. Пошел в ларек, купил книжку. Называется «Православная семья». Я сам Юниану прочитал этот вот «Отец, отец, отец». Откуда-то из Нижнего Новгорода, по-моему. Георгий. Шевкун. А? Да, Шевкун. Простенькая книжечка, она там так классная. Для тех, кто вообще ни разу не слышал о том, что такое православная семья и какие особенности. Взял, пошел, купил эту книжку и даю ей, ну, ребята, можно ее вам там прочитать. Я даже не знал, муж, а не жена, или просто еще дружат. Они как-то сразу перепугались, а что это, нам не надо. Говорю, да я вам бесплатно даю просто. Ну, ну, я говорю, не переживайте, потом принесете, когда прочитать надо. Хорошо, взяли. Потом действительно принесли, через месяц где-то прочитали, принесли, поблагодарили. Вот, встали ходить, потом по чехолочку в храм, потом они поженили, потом у них ребенок родился, второй родился, и как-то вот уже на клиросе поет супруга сейчас. То есть как-то вот, конечно же, не это главное явилось, может быть, Господь их привел. Но вот, когда вот так вот к человеку подошли, то есть должно быть, что, должен быть то-то, что подойдет, не замечанием с каким-то, а вот, даже если замечанием, вот такое, которое действительно может его замечание, такое вот правильно произнести. Ну и, конечно же, миссионерский приход должен понимать, что вся миссионерская деятельность, она заключается не просто, что хочу, то и делаю, а мы все находимся в единой церкви, у нас есть какие-то, у нас есть структуры различные, есть миссионерский отдел Московской Патриархии, есть архиальные дела какие-то, у нас есть какие-то общие планы, общие идеи, которые должны находить отражение в деятельности конкретных приходов. Но я надеюсь, что все-таки мы, вот эта наша миссионерская школа, так называемая, практическая, она изначально собиралась быть именно как полноценной школой, но как раз в этот момент пошла тенденция такая о том, что нужно при семинаре централизованно как-то все оформлять, поэтому вот ЭКО не очень так сразу хорошо отнесся к таким вот начинаниям, вот здесь чего-то, здесь чего-то, здесь чего-то, кто там, что там будет непонятно. А семинары это все-таки преподаватели, аттестованы, все программа, все как положено, то есть есть на что положить, но все-таки мы должны будем заниматься больше практической деятельностью. Из таких ближайших планов, которые нам предстоит осваивать, но об этом я еще буду говорить, мы по благочиням будем проезжать и общаться с миссионерами, с молодежью. В этом году у нас планируется несколько миссионерских поездов, миссионерских экспедиций. Они могут называться миссионерскими станами, то есть миссионерские экспедиции, которые будут превращаться постепенно в миссионерские станы. А миссионерские станы это то, что в дальнейшем, рано или поздно, должно превратиться в православный приход. Смысл в общем. Есть у нас поселки различные, где очень неспокойная религиозная обстановка. Есть поселки, в которых засилие ИПЦ, истинно православная церковь, такие катакомбники, так называемые, раскольники. Причем они имеют в этом поселке поддержку администрации. Глава администрации, одноклассник этого самого батюшки. То есть они внешне православные, но на самом деле они к православным не имеют никакого отношения, просто самозванцы. У них прямо на их, у этого самого главы администрации, на его подворье храм построили, кресть отвечают, у всех подряд. Никаких православных нет там. Может быть, мало кто знает, что это неправославные из местных. Вот для того, чтобы нам туда поездку осуществить, вроде бы, если Господь правит, нам должны пожертвовать передвижной храм миссионерский. То есть мы можем туда приехать, и уже можно будет где служить, и литературу какую-то привозить. Помимо этого всего, от нашего храма мы подавали заявку на православную инициативу по проекту, который называется Книга Ноша. Книга Ноша – это такое название предреволюционное, когда миссионеры ходили и разносили книги по деревням, потому что это было недоступно. Ну и сейчас, это нам кажется сейчас, вот интернет зашел, там все книжки, какие хочешь. Когда я приезжал на Мишкин, раньше, когда там служил еще, брошюрочки какие-то привозишь, разлетаются люди, их просто растаскивают. Причем не купить именно, а дать почитать, они потом принесут. Просто покупать там очень бедные люди, они не могут даже на эти брошюрки тратиться. А вот покупать можно. Поэтому была такая идея, так как этот грантовый конкурс, он такой полусветский, полуцерковный, и мы не можем прямо сильно церковные проекты продвигать, то этот просветительский такой проект, книга-ноша. Мы приезжаем в какое-то сирение и устраиваем там передвижную библиотеку. Раскладываем книги, люди приходят, записываются, берут книжки такие-то, такие-то, такие-то и уходят по домам. Потом мы уезжаем, потом через какое-то время опять приезжаем, опять в библиотеку, они приходят опять, меняются там и так далее. Но под всем этим, то есть под это все выделены средства, мы должны будем как-то делать все по нашему графику, тогда мы сможем получить эти средства. И под эти экспедиции мы проводим и миссионерские экспедиции. Помимо того, что мы книжки предлагаем, мы еще проводим по вечерам беседы огласительные, мы днем ходим и беседуем с людьми, приглашаем их на эти встречи, мы совершаем богослужения, совершаем таинство, какие-то крестья, причащаем людей. И вот дальше, одно дело, когда в миссионерской экспедиции мы заехали и уехали, там три дня побыли и уехали, но это зачастую бывает бесплатно просто, ну поговорили и ушли. А если это будет стан, если мы заехали, разбили палатку и живем там месяц, допустим, а может, ну в смысле не то, что месяц, одни и те же люди, да, миссионерский стан там обычно, когда бригады меняют друг друга. То есть одни приехали побыли, другие приехали побыли и так далее. То есть, ну когда мы засели там так, что пока не добьемся, что там, в этом месте появится православная община. Из этой общины мы можем найти какого-то человека, который старший, подготовить его более интенсивно, для того, чтобы он мог уже, когда мы уедем, помочь ему помещение найти для молитвы. Может быть, у него дома даже. Знаете, как собираются, значит, что люди собираются православные по домам. Для того, чтобы он мог хотя бы раз в неделю по воскресеньям собирать людей, вот у тебя календарик, возьмите тропари попойте этим святым, которые празднуются, Библию почитайте, а служите молебен. Существует сейчас такое понятие молебен мирянским чином. То есть можно служить молебен, спеть тропари святым, прочитать жития этих святых, почитать священное писание, прочитать толкование, поговорить, чай попить. И это уже будет общиночка такая. Это уже будет готовое место, куда можно присылать священника и начать собирать деньги, строить храм. И вот тогда миссионерский стан превратится в такую общину. Есть у нас миссионерский стан сейчас в Туре. Вспомните, ребята, которые приезжали, Дима такой с бородой, красной маечкой. Вот он сейчас диакон, отец Дмитрий. У них родился ребеночек только-только. И он собрал манатки и в эту Туву уехал на постоянном месте жительства. Тува – это граница с Монголией, это просто степи, 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 какие-то колючки растут. Люди такие монголоиднообразные. И они вообще, с православием вообще никак они понятия не имеют. И они там проповедуют, они там проповедуют, и ходят, и по больницам, и помогают кому-то, и лечат кого-то, и что-то там они крутятся, крутятся. Им постоянно помощь нужна. То есть им присылают только книги какие-то там. Если взять им, отправить там Библию или какие-то брошюрки такие, они будут очень рады этому. К ним приезжают, кто миссионеры, хотят попрактиковаться в такой реальной миссии. Можно туда приехать на месяц, допустим. Но опасность в том, что многие туда поезжают, а они потом переезжают туда, потому что понимают, что это жизнь. Такая настоящая, православная миссионерская. Но это по сути то же самое. То есть это где-то там в Туве, а это вот у нас такая Тува, у нас здесь навалом. Здесь у нас вон Красюковка, казалось бы, да? Для нас Красюковка это по сути уже район Новочеркасска. А для Шахтинской партии, к которой относится эта Красюковка, это окраина, они вообще про нее забыли. И там этих вот пятидесятников просто как вот муравьев. Когда, знаешь, бросишь какую-то там эту крошечку, они налезут. Есть там православный храм, но там батюшка такой пожилой служит. Что батюшка, как там сектанты? Да, хорошо. Что хорошо? Да, они меня не трогают, я их. Хорошо, хорошо. Ну, ему понятно, что он им скажет. А они как раз таки на его примере говорят, вон, смотрите, православные, а вот мы такие молодцы у нас там. Причем до недавнего времени там был один из главных предстоятелей из них, из них, из пятидесятнической церкви. Он как раз из этой Красюковки и произошел. Патриархин пятидесятнический. Вот он, из нашей Красюковки. Вот насколько у них там база такая серьезная. Так есть нам куда ехать, понимаете? То есть туда приехать и там собирать людей, проводить диспут, готовиться специально под пятидесятников, туда будем ехать, там будем готовиться под других и так далее. Меняться вот такими бригадами маленькими. Одни пожили, уехали, другие пожили, уехали, там по недельке. Это, конечно же, очень жертвенное служение, потому что кому-то придется отказаться от отпуска, кому-то придется отказаться от какого-то там. От работы. От работы. Но так или иначе, кто-то может на один день приехать там помочь, кто-то там на два дня, кто-то на неделю. Кто-то будет просто диспетчером, который будет выбирать, кто когда-куда поедет и кто будет охранять. Я уже с казаками даже договорился, потому что я думаю, что туда, где если там поддержка раскольников администрации, то там вообще в принципе даже небезопасно находиться. Если будет миссионерствовать, как кто-то должен быть. У нас есть такие казаки, которые православные. Все это, это то, что то, чем сейчас в нашей епархии не занимается никто. Потому что это все, как я говорю, это просто, это вот, это не воскресная школа. Хотя в воскресной школе все это нужно, хорошо, но в воскресной школе это вот раз и пошли домой. Понимаете? А это все, это такое серьезное служение. Именно для него нам нужно готовиться. готовиться и самостоятельно, и курсы какие-то там. Поэтому мы мы не можем взять вот это все. Пойдемте диспут проведем с 50-никами. С новым этим самым поколением. Ну пойдем. Пойдем. Мы придем туда и будем сидеть и смотреть. Ну что, пришли? Сами пришли. Понимаете? Мы должны вот здесь еще готовиться очень серьезно. А начинать вот можно с кладбища. просто идти и проповедовать, учиться проповедовать нашим соотечественникам, которые празднуют на кладбище. Ну вот это я хотел сегодня вам рассказать. На следующей неделе, на пасхальной седмице у нас занятий не будет, так как мы будем праздновать. в смысле на страстной седмице богослужения у нас, а на светлой седмице тоже. У меня как раз получается так, что не знаю, как быть, что вот у этих 50-ников лекции как раз на светлой седмице. С понедельника, с утра, с 9 часов на шахтинске как раз лекции. Они странные, у них пасха, вот они пасху попраздновали в воскресенье и пошли домой всю пасху кончивать. А у нас и в понедельник пасха, и во вторник пасха, и Христос воскресе, и Христос воскресе. Да, они этого не понимают. Они вообще меня изначально приглашали на страстную, я им тогда сказал, ребята, это уже перебор, страстная, конечно. Ну, жалко такую возможность пообщаться с нашими забудшими, братьями выпускать. Можно, вычку попросите приезжать на вторую неделю? Или сюда приехать. Да, потом у нас не получится. Вторая неделя уже тоже что-то начнется там. У нас хотя бы, по крайней мере, на первой, на седмице, на светлой, хотя бы никаких особых событий таких и мероприятий не будет. А потом будет? Потом будет. Не, ну мы-то послужим, мы в пятницу точно будем слушать. В пятницу вот на, как там, живоносный источник будем слушать. А может быть и получше. Ну, Юля тоже сказала, что они тоже хотели отдохнуть там, может быть и получше. Может, эти свои слова уйдут уже, будут нам помогать. Ну, Господь правит, я думаю, все здесь будет нормально. Вот, но все-таки, все-таки, я просто хочу сказать, что вот эти наши курсы, они не самостоятельные, они, ну, так как практика все равно, изначально, она не может быть без теории, поэтому мы немножко касались теории, но я думаю, что теперь, наверное, в дальнейшем занятие будет происходить вот таким образом. С одной стороны, нужно собрать с приходов миссионеров, которые готовы это служение нести. То есть, не просто готовы прийти послушать, а которые готовы учиться для того, чтобы тут же применять эту практику. А потом мы будем проходить конкретные вопросы, например, если вот у нас есть выход на свидетели Иеговы, давайте, давайте мы его можем привести сюда. свидетелей Иеговы посадить и отрабатывать. Ну, я имею в виду, что действительно очень интересно с конкретными представителями. Да, вот у нас есть, например, известная схема общения со свидетелями Иеговы. Да, и кажется, ой, сейчас я его выучу, и все будет нормально. А вот попробуйте конкретным свидетелям Иеговы это задайте. То он может сразу вам ответит, и вы дальше не будете знать, что говорить. Вот такое тоже. Это все тоже нужно. Ну, как вот определенное такое служение для многих, так что вот так вот такие дела. Помолимся? А вопросы? Никаких вопросов. Продолжение следует...